Первые соревнования по спортивной гимнастике и лёгкой атлетике состоялись в Республике 95 лет назад. О том, как это было, напоминает выставка. Мы хотим всем рекордам наши звонки и дать имена. Выставка не иначе, как экскурс в историю чувашского спорта. Здесь представлены лучшие моменты, судьбоносные победы наших спортсменов, в разные годы представлявшие Республику на самых престижных турнирах планеты. В экспозиции награды, документы, фотографии. Наши медали мы видим только сами, наши родственники. Иногда мы их берём с собой, показываем школьникам. Но я считаю, что наши медали заслуживают того, чтобы их видело больше народа. В жизни каждого человека есть моменты, которые помогают делать правильный выбор. Уверена другая знаменитая спортсменка Олимпиада Иванова. В детстве она мечтала стать врачом, но с появлением нового учителя физкультуры поняла, что спорт – её призвание. Свои достижения она считает не меньшим стимулом для других людей. И действительно, после просмотра наших медалей у кого-то появится желание заняться спортом. Те, кто уже занимаются, с двойным усердием, чтобы занимались. Именитая Майя Костина совершила около 7 тысяч прыжков с парашютом. В её копилке 38 рекордов мира, Европы и СССР. Она стояла у истока взрождения профессионального спорта в нашей республике. Когда другие спортсмены, которые занимались спортом, и вдруг у нас чемпионка мира, а мы что, хуже. И потом пошла просто плеяда вот этих олимпийских чемпионов. 68-й год, Валериан Соколов, дальше Ярды, и дальше пошло-пошло-пошло олимпийцы, вот они все стоят. Звонкие имена рекордом теперь дают уже другие спортсмены. А эти навсегда стали легендой мирового и чувашского спорта. Татьяна Филатова, Дина Кустова, Андрей Спиридонов, Республика.